Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении. С вами Екатерина Бондарева. Партнер нашего выпуска – компания «Ивстар». Быстрый интернет, удобная оплата. Подробности в завершении выпуска. Сегодня вы увидите. Никакой Маниловщины. Генеральный план развития Ивантеевки готовится к встрече с населением. Сесть и уехать. Что изменится на станции Ивантеевка-2? Вторая. Путь силы и экстрима. Вернисаж Татьяны Чевардаевой собирает друзей. Об этом и многом другом прямо сейчас. Ливневая канализация. Минувшее потепление вновь заставило Ивантеевку говорить о необходимости восстановления и устройства ливневой канализации. Накануне ночью рабочие, используя схему городской ливневой канализации, нашли закатанный в асфальт колодец, освободили его из заточения и сейчас готовятся установить дождеприемную решетку. Здесь под дорогой находится аппендикс ливневой канализации. По словам сотрудников компании «Альянссервис», вода должна будет уходить отсюда, в сторону адмирала Жильцова. Там предстоит найти и обустроить еще один такой же колодец. И куда будет уходить та вода, которая несколько дней назад нас мучила здесь? В сторону задорожной улицы. А потом? В речку. У Ивантеевской компании «Альянссервис» опыт работы в Москве и городах области. Ливневая канализация должна выдержать зимние холода и не заледенит. Да не должна она замерзнуть. Она же закопана на определенной глубине. Полтора метра залегания трубы. Сам коллектор идет, труба 600. Здесь где-то порядка 400 миллиметров диаметра трубы. Но это все будет промываться, и там уже точно можно будет сказать, что как все это работает. Восстановление этого колодца – первый этап работы над возрождением части коллектора. Пожалуй, самый важный, учитывая регулярно появляющиеся здесь водную стихию весной и осенью. В Ивантеевке идет работа по ликвидации дорожных дефектов. Какие технологии при этом применяются в нашем следующем материале? Дым коромыслом. По поручению главы города дорожные рабочие латают дыры. Применяют технологию литого асфальта. Смесь производится прямо на месте, в специальном рециклере. Пока она разогревается, дорожники готовят полотно. Температура асфальта колеблется от 150 до 200 градусов. После того, как ямы заполняются смесью, ее разравнивают лопатами и оставляют затвердевать. Открывать отремонтированный участок дороги можно через час. Литой асфальт обладает повышенной пластичностью, и его поверхность стремится стать строго горизонтальной. Дорожное же полотно имеет небольшой поперечный уклон. Чтобы в отремонтированном месте не скапливалась вода, температура укладываемого материала должна строго соответствовать его паспорту. Также в дорожной карте, куда и помещают асфальт, не должно быть влаги. Ну что-то, знаете, кладут куда в дырки воду, водой. Ну это разве хорошо? В проведенном нами небольшом опросе горожане были единодушны. Снег сходит, это место с асфальтом, как говорится. Асфальт у нас в дороге плохой. В Монтеке больше хороших дороги, чем в Пушкино. Я попусту больше не вижу, там вообще ужасно. Плохие дороги, еще сказать. Во всей России плохие дороги. Устранением дефектов на магистрале города занимается МОЗ Автодор. От комментариев нашей съемочной группе дорожные работники отказались. Ивантеевка настоящего и будущего. Эту рабочую неделю депутаты городского совета начали с того, что заглянули в будущее до 35-го года. Архитекторы представили депутатам городского совета на обсуждении генеральный план развития города. Ни совет, ни слушание. Депутаты знакомятся с вариантом генерального плана развития Ивантеевки. Народные избранники могут высказать предложения и замечания. После этого он будет отправлен еще раз в правительство Московской области. А затем уже мы с вами его получим для того, чтобы вынести на публичные слушания жителям. Целью данного проекта является определение параметров сбалансированного развития транспортной, инженерной, социальных инфраструктур, мест приложения труда, объектов коммунального бытового назначения, мест погребения, мест отдыха, спорта, озеленения территории и обеспечение учета интересов граждан и их объединения во взаимосвязи с общей стратегией Московской области. Разработан научно-исследовательским и проектным институтом градостроительства Московской области в три этапа. Первый – сбор данных и аналитика. Особенности второго этапа понятны только экспертам. Представлены предложения по реализации генерального плана, содержащие финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по обеспечению населения нормативными показателями с целью устранения дефицита нормативных показателей, существующего положения и учета отложенного дефицита. Сейчас на данном этапе мы рассматриваем практически третий этап. Вся социальная инфраструктура представлена в соответствии с нормативами, утвержденными, как звучит на совещании, в июле прошлого года. В 2022 году расчетная численность населения Ивантиевки составит 88 900 человек, а в 35-м – 93 600. Новое строительство предполагается только как реконструкция имеющихся кварталов взамен старых домов. В Ивантиевке формируются общественно-деловые зоны – на Заречной, Студенческом и на Бочарова, где предполагается кроме общественно-делового центра спортивные и образовательные организации и предприятий инновационного профиля. Депутаты выясняют, почему генеральным планом практически не предусмотрено малоэтажное строительство. Город, ну, исторически, там, к началу, к рубежу 2000-х годов подошел процентов на 70 со старым светким фондом. И поэтому мы вынуждены были спросить, если бы был, сохранялось государственное строительство, я об этом всегда говорю, государственное, тогда, то есть строились за счет государственных средств, тогда можно было сколько снесли, столько и построили, и людям дали квартиры. Но у нас с вами государственного строительства не существует, только коммерческое. Значит, инвестор, приходя на строительство, он должен окупить свои затраты, вложенные в снос и расселение ветхого фонда. Вот именно отсюда мы и являемся заложниками ситуации, что мы вынуждены строить высокое, ну, высокоэтажное жилье. Генплан – это несколько схем. На транспортной указаны новые дороги и развязки, которые должны сделать автомобильное сообщение более комфортным. В городе Ивантеевке планируется строительство двух региональных дорог. Это дорога Королева-Ивантеевка-Кушкина и южный объезд Лесные поляны-Ивантеевка-Байбаки. Вдоль этих дорог планируется и строительство легкорельсово-пассажирского транспорта. Запланирована реконструкция существующих региональных дорог и строительство следующих. Это улица районного значения Третья Пятилетка до микрорайона 21, квартала 21, и дальше с выходом на улицу Кирова. Там же предполагается строительство нового моста. Так, в районе платформы Детская запроектирован пешеходный подземный переход и строительство трубопровода. Также у нас запроектирована улица, студенческий проезд до улицы Кирова. Также намечено строительство двух мостов. На переезде на Лукина хватает пространства для организации кольцевого движения. Позади Королевского трубного будет новая улица с рабочим названием «Озерная». Переезда на улице Толмачева не будет. После того, как между Зеленым Бором и 9-м километром устроят развязку и переезд. У нас связь Королева-Ивантеевка-Пушкина, и здесь организовывается развязка и переезд. Он переносится? Да. Так, а где это будет? Вот так вот, на пальцах. Можно сейчас? Продолжение высоковольтной линии. Высоковольтная линия. А между тем, нынешнее предложение по решению транспортных проблем города не ново. В 90-х депутаты заблокировали проект. Был проект, были деньги. Это же схема транспортной Московской области. Город ни копейки не платил за это. Начали уже убирать часть под дорогу. Остановили строительство из-за... Галина Ивановна помнит хорошо. Остановили строительство из-за 25 депутатов. Вот сегодня бы этого у нас не было, потому что там предполагалось, вот именно в том месте, там была разворотная над железной дорогой. Там даже не переезд по проекту. Ну покажи вот этот переезд. Вот он. Он так, он сюда и шел. И дорога-то была, которая выходила на Первомайке. Все это в нашей истории города было, но в 90-м году было остановлено. Только из-за того, что пожалели 10 деревьев. Бросик урубить начали, а он сейчас гуляет. Да, сегодня страдает весь город. Абсолютно. Сегодня мы бы этого просто не знали, потому что весь Щелковский ушел бы на эту дорогу и ушел бы дальше на Ярославку. Вот вам результат, когда идешь на поводу толпы. Свободные территории закреплены генеральным планом за объектами социальными, будущими новыми школами, садами, спортивными сооружениями. Никакой ваниловщины, собственно говоря. Все сделано с большой привязкой к нашему городу, с учетом всех землеотводов, как я уже говорила, и практически с привязкой по затратам и финансам. Новые школы запланированы не только на Богданово и Студенческом, но и на Рощинской вокзальной и Задорожной. Поликлиники для выросшего города. На первых этажах – строящихся домов. А вот больничные корпуса останутся на старой территории. У нас с вами, на мой взгляд, в самых реальных, вот давайте не брать, там нарисовать можно что угодно. А в реальных планах есть свободный земельный участок на территории взрослой больницы, вот там, где старый корпус стоит, заходишь с левой стороны, инфекционный, туберкулезный, где уже там, я не знаю, проламывается весь. Вот его по-хорошему надо сносить и строить там нормальное здание больницы. А уж размещать там детство, взрослые, специализацию, это уже профессионалы, скажем. В принципе, предварительно, как мне когда-то никто не верил, что мы начнем школу на Богданово строить, мы года три назад о ней говорить начали. Вот сейчас мы уже пришли к реальности. Точно так же и здесь, то есть речь в области о необходимости сноса этого старого корпуса и строительства здесь нового здания больницы мы ведем. Отдельная схема – организация коммуникаций, в том числе ливневой канализации. Земельный комитет внес изменения в части уточнения границ в генеральный план. На публичные слушания населения Ивантеевки генеральный план развития города будет вынесен весной. В среду, 24 февраля, смотрите в нашей программе более подробный рассказ о предложении НИИПИ, градостроительства и обсуждения будущего Ивантеевки. И в продолжении темы. В градостроительном совете Подмосковья обещают изменения на четырех железнодорожных станциях области. Среди них Ивантеевка-2. На станции Ивантеевка-2 в ближайшие годы появится транспортно-пересадочный узел ТПУ, сообщает градостроительный совет Подмосковья. По информации министра инвестиций и инноваций Подмосковья Дениса Буцаева, этот узел предполагает размещение остановок и стоянок общественного и личного транспорта, а также строительство зданий для обслуживания пассажиров и торговых павильонов. Также Денис Буцаев отметил, что все объекты спроектированы с учетом потребностей маломобильных групп населения. Напомним, сейчас территория станции Ивантеевки-2 не оснащена необходимой инфраструктурой, обеспечивающей потребности пассажиров. О необходимости строительства здесь остановок и парковок жители говорили давно. По информации министерства, строительство транспортно-пересадочного узла на станции Ивантеевка-2 запланировано в период с 2016 по 2019 годы. Также новыми ТПУ обзаведутся четыре другие станции Подмосковья – Кубинка-1, Лобня, Химки, Электроугли. Качество воды не подкачало. Интересные данные были озвучены на этой неделе территориальным отделом Роспотребнадзора. Роспотребнадзор подвел итоги 2015 года. Количество недовлетворительных проб питьевой воды из водоразводящей сети города на максимально низком уровне за последние годы. Он составил всего 4,8%. Для сравнения, в прошлом году процент неудовлетворительных проб достиг 11%. За качеством воды в Ивантеевке следили в ходе плановых проверок Роспотребнадзора, а также жалобам жителей. Также сюда входят показатели производственного контроля на предприятиях города. За весь 2015 год поступило всего 17 жалоб на качество водопроводной воды. Из них подтвердилась только одна из-за превышения норм железа. Ивантеевцы стали намного активнее отстаивать свои права как потребители. Поток обращений недовольных качеством товаров и услуг значительно вырос. Права потребителей стали нарушать чаще. В три раза выросло число обращений жителей Ивантеевки в территориальный отдел Роспотребнадзора. Всего 221 жалоба по итогам прошлого года. На первом месте, 1,5 всех обращений, нарушения в сфере торговли, в основном продовольственными товарами. Продукции с истекшим сроком годности стало меньше в магазинах. Благодаря тому, что у нас повысилась активность жителей, люди ходят, преподходят, смотрят, делают замечания продавцам. Также с их слов товар некачественно убирается. Но, несмотря на это, конечно, остается, было, есть и будет. Также стали поступать жалобы чаще на обман потребителя. Это, например, несоответствие цены, указанной на ценнике товара, и цены на кассе. Также обвес, отсутствие контрольных весов. В сфере торговли непродовольственными товарами первенство занимают жалобы, касающиеся нарушений при торговле сложно техническими товарами. Это некачественные компьютеры, бытовая техника, планшеты, телефоны, телевизоры. С большим отрывом идут жалобы потребителей, касающиеся нарушения при оказании бытовых услуг населению. Всего 6,3% от общего числа обращений. Менее 3% – жалобы на некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и туристические. Хочется отметить, что в своих обращениях часто жители просят оказать им содействие в возврате денег за некачественную оказанную услугу, либо некачественный товар. Напоминаем, что данные вопросы носят материальный характер и решаются только в судебном порядке. В 79 случаях от всех обращений, это 36%, были проведены внеплановые выездные проверки, по результатам которых были выявлены определенные нарушения. Нарушения были выявлены в 70% случаев, то есть жалобы подтвердились. В результате внеплановых проверок по обращениям Роспотребнадзор выявил нарушения в 70% случаев. На юридические лица и индивидуальных предпринимателей наложены санкции в виде штрафов и выдано предписание об устранении нарушений. Жители часто отправляют в Роспотребнадзор обращения, составленные некорректно. Например, если человек проживает в городе Москве, а приобрел некачественный товар в городе Ивантеевка, то обращаться нужно в территориальный отдел в городе Ивантеевке. Также в обращении обязательно указывать свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, изложить суть жалобы, поставить свою личную подпись и дату. Не обязательно в обращении цитировать все нормативно-правовые документы, достаточно изложить четко и ясно саму суть вопроса. Также в обращениях нужно указывать полное наименование юридического лица или фамилию и имя отчество индивидуального предпринимателя, на которого направляется жалоба. Ну и при необходимости к заявлению можно прикладывать копии документов, подтверждающих факты, изложенные в обращении. Принести жалобу на нарушение прав потребителя в территориальный отдел Роспотребнадзора можно в любой рабочий день, а вот получить консультацию только в приемные дни. Это понедельник с 10.30 до 17 часов и четверг с 14 до 17 часов. Далее я передаю слово Олегу Квасову и его рубрики «Минута о бизнесе». Сегодня речь пойдет о сладком бизнесе в студии кондитерской «Карамель». Здравствуйте, это «Минута о бизнесе». Я Олег Квасов. Сегодня мы заглянем в мастерскую кондитерскую «Карамель» на улице Рощинская-9 и поговорим с ее руководителем Аллой Явных. Поехали! Алла, расскажите, пожалуйста, как пришла идея открыть кондитерскую студию? Что это вообще за формат? Идея пришла, это переродилось больше от любимого дела просто, которым я начала дома заниматься, печь тортики для родных, близких там на день рождения. Пришла идея создать в нашем городе что-то такое. У вас формат именно как бы творческой мастерской студии. Вот, что это такое, что вы планируете, так сказать, делать здесь? Мы планируем проводить мастер-классы, ну вот, то есть для взрослых и для детей к нам смогут прийти, чтобы научиться печь тортики какие-то, сладости. Процесс будет происходить на кухне, да. Люди сами будут готовить, участвовать в процессе. Полностью своими руками как бы будут создавать такие же тортики, какие мы делаем здесь в студии. А не боитесь, скажем так, наплодить конкурентов? На самом деле такая ниша интересная, и я бы не сказал, что много людей занимаются. Ну и вообще, вот расскажите, может быть, про конкуренцию вообще, вот про ваше направление. Конкуренции везде много, поэтому мы не боимся конкуренции. Нет, мы думаем, что если мы будем делать хорошо, то люди все равно к нам будут. Какие у вас основные позиции? Что вы именно предлагаете из продукции? Основные позиции у нас вообще торты на заказ, но также у нас есть витрины в кондитерской, как бы мы, у нас есть пирожные в наличии, но в основном как бы это детские день рождения и основной упор на свадьбы. То есть это большие проекты свадебные. Немножко о работе в кризис, да, вот сейчас, конечно, всех предпринимателей это коснулось. Как у вас? Как у вас дела? Если учесть, что мы открылись недавно, уже очень много народу о нас узнало, у нас появились даже постоянные наши клиенты. Ну, думаем, когда кризис кончится, как бы будет лучше, конечно, ну и сейчас мы не жалуемся. Как начинающий предприниматель, расскажите, пожалуйста, о своих вот ощущениях, когда ввязывались в такое дело. Открываться было не страшно. Я просто к этому очень долго шла. До этого было страшно. А когда уже все как бы закрутилось, то настолько все в это втянулись, и было совсем не страшно. То есть была полная уверенность, что все получится. И в связи с этим, что вы хотите пожелать тем предпринимателям, которые хотят начать бизнес вот в это нелегкое время, в кризис? Когда мы открывались, нам тоже все говорили, что вы не вовремя, сейчас кризис как бы. Чтобы люди не боялись, если они хотят что-то делать, то нужно делать, пробовать, потому что иначе вы не поймёшь вообще, надо тебе это или нет. Желаем, чтобы не боялись кризиса и осуществляли свои планы задуманные. Спасибо большое. Удачи в бизнесе. Подарок подарку рознь и представления мужчин и женщин о сувенирах на День защитника Отечества различаются кардинально. Разобраться и соединить два полюса пыталась Елена Цифаркина в рубрике «Разноголосица». Дамы, внимание! У каждого своё представление об идеальном подарке. И всё-таки чего ждут наши защитники? Мы решили узнать, различается ли мнение о том, что дарить, у мужчин и женщин. То, что он хочет, наверное... Не знаю. Игровой компьютер он хочет. А вам что было бы приятнее? Какие духи хорошие? А, конечно, духи. Не знаю, ты не задумывался пока? Себя. В каком виде? В любом. Ну, я думаю, это должно быть что-то сделанное своими руками, это же всегда приятнее. Хотя, мне кажется, наверное, и нашего присутствия им тоже будет достаточно. Спросить то, что он хочет, то и подарить. Не знаю, ну, путёвку куда-нибудь, за рубеж, например. Хорошую оценку за четверти. Рубашку, наверное. Галстук. Для филибрити, обритву. Ну, чего-нибудь желательно побольше. Свитер. Почему? Потому что свитер, он весь хороший свитер. Тепло. Женское внимание, тепло. Красивую женщину рядом, заботливую. Коньяк. А ещё? Ну, всё. Что ещё? Хорошее отношение, прежде всего, женщины и мужчины. Второй момент, это, конечно, то, что человек хочет. Знать надо его. Тайные желания и прочие, и не тайные. Кроме носков и педы для притязи, ничего в голову не лезет. Не носки. Деньги, наверное. Ну, я просто всегда деньги дарю. Ну, это самое такое. Да, не прогадаешь, скажем. У меня без разницы. Подарок есть подарок. Можно с утра любимый, с 23-го, и поцелуй, там, кофе или что-нибудь такое. Не обязательно подарок какой-то дать. А какой вот самый идеальный вы получали в своей жизни подарок? Часы золотые. Вкусный ужин. А еще? Внимание. Сороны любимой женщины. Приятно от жены получить килограмм. Я вот езди давно, так что приятно получить килограмм. Мне уже сделали подарок. Мне сноха внука родила. Так что обойдусь уже без подарков. Любимую девушку. Подарок. Любовь. В общем-то. Ну, у каждого любовь проявляется по-своему. И что под этим каждый подразумевает? Чтобы был доволен. Чисто мужской, я даже не знаю. Много обыденных каких-то подарков дарят всегда. Наверное, что-то особенное. Еще одного ребенка. Дорого просто внимания. На работе хотя бы взяли бы поздравили. Ну, сегодня поздравили. Это уже большое дело. От этого просто даже настроение поднимается. И тут еще сама погода преподносит подарки. Как видно, носки и пены для бритья еще не ушли в прошлое. Но важно не то, что ты даришь, а то, как. Ведь мужчинам приятно наше внимание. Впереди главный мужской праздник. Звон хрустальных бокалов становится актуальным. Самое время заглянуть в ларец с подарками. Магазин, который один из первых откликнулся на призыв к импортозамещению. Почти вся их продукция от мастеров из России. Открыв ларец с подарками, мы обнаружим в нем удивительные вещи от талантливых мастеров. Причем большинство из них российские. Магазин открылся сравнительно недавно, но уже успел завоевать своих клиентов. Ценят качественную продукцию из хрусталя и стекла. Бокалы, фужеры, салатницы и сундучки. В основном ручной работы. К примеру, бокалы из гусь хрустального традиционно расписываются именно так. Это легко понять. Взглянув на рисунок, цветы из одного набора будут немного отличаться. Отдельно стоит выделить серию с гравировкой. Стекло тонкое, прослужит хорошим украшением стола на празднике. Приобрести можно как набором, так и поштучно. В продаже есть также тонкие изделия из стекла иранских мастеров. Они отличаются особой прозрачностью и качеством. Особенно вазы для фруктов и салатницы. Большой выбор часов для дома от российского производителя фирмы 21 век. Также можно выбрать элементы декора из хрусталя и стекла. Самое приятное, что цены отличаются демократичностью. Ларец с подарками работает напрямую с производителями и авторами. Кстати, вся глиняная продукция от мастеров с Донецка. Это подарочные бутылки для напитков, а также обереги для дома и дачи. Найти магазин можно на улице Хлебозаводской. Рядом со входом в Универсам Верный. В торговом центре Зевс. Недалеко от остановки городские бани. Во всем мире широко практикуется такое направление реабилитационного лечения, как арт-терапия. Как одно из направлений деятельности пропаганды этого метода ведется и в Государственном музее-гуманитарном центре преодоления имени Николая Островского в Москве, где представлено и творчество нашей землячки Татьяны Чевардаевой. Идея пропаганды этого метода поддержана также работниками культуры Ивантеевки. 16 февраля в Зале искусств Центральной городской библиотеки открылась выставка Татьяны Чевардаевой. Это не живопись, это не графика, это арт-терапия. Среди представленных работ картины конца 90-х годов, начала 2000-х, а также фотографии 2012 года и рисунки 2014. Открыл выставку Александр Леонов, начальник управления развитием отрасли и социальной сферы администрации города Ивантеевки. Ваша жизнь – это экстрим. Победишь или не победишь. И до сих пор Татьяна Михайловна одерживала победы. Я думаю, что она одержит победу и сегодня, вот своим сегодняшним присутствием, своей сегодняшней выставкой. Это тоже ее победа. И так всю жизнь на экстриме. Для меня это просто человеческий подвиг. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы такая, именно такая, твердая, твердая духом. Затем ведущая представила одного за другим участников вернисажа. Кроме автора, стихи читали Александр Леонов, Вера Митяева, Людмила Филиппова. Музыкальная часть вернисажа была представлена гостем из Королева, Анатолием Пережогиным и пушкинским бардом Владимиром Костиным. Эпиграфом выставки стали слова, что только сильный человек в минуты испытаний и тяжелой утраты имеет право временно быть слабым. А Татьяна Михайловна призналась собравшимся, что ей снова хочется стать сильной и активно включиться в творческую жизнь города. Не просто танцы, а целое театрализованное представление. Во второй школе в одиннадцатый раз прошел исторический бал. По всем канонам девятнадцатого века бал открывает полонез. Торжественный танец подчеркивает возвышенный характер праздника. Танцевать как дворяне ребята учились три месяца под руководством педагога Елены Петушковой. Основная тема сегодняшнего вечера – традиции и связь между поколениями. К сожалению, на протяжении длительного времени, как историк вам скажу, чуждые нам традиции смешивались с нашей жизнью. И ребята знают про иностранные праздники больше, чем про традиционные русские праздники. И поэтому я считаю, что очень важно и актуально напоминать им о тех событиях, которые были в нашей истории. Это не просто бал, а целый спектакль со стихами и ролями. По сценарию дети находят на чердаке альбом и переносятся в прошлое. На экране первый бал Наташи Ростовой, а лирическое настроение помогают создать школьные преподаватели музыки. В этом году организаторы задействуют представление всех. Классный руководитель танцующего 11 класса не только говорит своим ученикам напутственное слово. Она сама кружится в вальсе. Свои первые уроки исторического танца она, как и дети, получила на репетициях. Родители благословляют дочь на первый выход в свет, как было принято несколько веков назад. Танцевать на этом балу попросились и выпускники школы. А сам 11 класс, по их словам, очень сдружился за время подготовки. Девочки даже договорились выбрать платье в одной цветовой гамме, чтобы не выделяться. А мальчики начали интересоваться репетициями задолго до их начала. Я сам хотел участвовать в этом. Хотелось оставить свой след в школе. У нас царит взаимопонимание в паре. Если что-то не получается, друг другу помогаем. Традиция балов появилась во второй школе благодаря Людмиле Ждановой, когда она была директором. Сегодня в гостях у школьников и другие почетные гости. Председатель комитета по образованию, директор Ивантеевского промышленного колледжа и сотрудники методического центра. Ребята благодарят всех пришедших. Я в восторге от увиденного, потому что одно дело видеть сценарий на бумаге, читать его, а другое увидеть его по очереди сегодня. Дорогие дети, вы заканчиваете школу, вы идете, но я думаю, именно такие мероприятия на всю жизнь останутся в вашей жизни, в вашей памяти. Из единственного выпускного класса в школе, несмотря на грядущие экзамены, поучаствовать в торжественном мероприятии не отказался никто. Для большинства это первый исторический бал в жизни. Всего на паркет актового зала вышло 12 пар. Партнер нашего выпуска – компания «Ивстар». Быстрый интернет, удобная оплата. Сайт – ivstar.net. Телефон – 536-28-69. Абонентский отдел работает с понедельника по субботам с 9 до 20 часов. Перерыв на обед с часу до 2. В финале нашего информационного выпуска – поэтическая страничка. Жанна Зудракс представляет зимнюю поэзию. А сразу после – сюжет на правах рекламы о справочно-правовой системе «Сплайн». А я, Екатерина Бондрева, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания. Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует литературное объединение «Ключ». И я, поэтесса Жанна Зудракс, прочту свои зимние произведения для детей и взрослых. Здравствуй, зимушка, зима, теплые одежды Разукрасила дома краской белоснежной Все дороги замела по краям сугробы Светло-белые тона в виде пышной сдобы Лес заснул в волшебном сне Ветер бродит в соснах И в хрустальном серебре Речка, словно в звездах Здравствуй, зимушка, краса В серебре наряды Белоснежная коса Мы приходу рады Побелила снежным цветом Все художница зима И с морозушкой соседом Раздарила кружева Возрастцовые узоры Нарядились речка, лес И куда не бросишь узоры Все искрится до небес Снежинка присела ко мне на ладошку Наверно, в полете Замерзла немножко Малышке помочь поспешу поскорее Дыханием теплым ее отогрею Но только напрасно я, видно, старалась В ладошке моей лишь водичка осталась Во дворе ночной порой Разыгрался снежный бой Это три снеговика Разбивали в снег бока Тесно было им стоять И давай друг друга мять Бить метелкой и ведром Гул стоял над всем двором Что за странные создания Нет ни капли сострадания Развалились все от злобы Вместо них теперь сугробы Блестящий ангел В бусинках на нитке Мне греет душу каждый Новый год Гирлянда в такт Мигает с вальсом шнитке Стирая неподъемный груз забот Прикрыв глаза, я головой качаю Руками дирижирую легко В мир сказки постепенно улетаю Веселым и беспечным мотыльком Воспоминания радужного детства Узорами застыли на стекле Мелодия и ангел Вот то средство, что помогает выжить на земле Я ноты, словно бусинки на нитке Нанизываю мысленно опять Звучит волшебный вальс Альфреда шнитке Не помогая жизни Смысл понять Я радуюсь зиме Ее прогнозам Не страшен мне метель и горький вой В моей душе весна По всем прогнозам Я не одна, как прежде А с тобой Растаяла отчувь сердечко льдинка Ты растопил его, как чародей Сказал, что я и есть та половинка Которую искал в безумстве дней Снег кружится и сыплет с поднебесья Метель выводит радостный мотив И в душах одиноких равновесье Рождается, как сладкий позитив Не поддавайтесь горестной разлуке Кто долго жил один Меня поймет Призывная любовь Услышав звуки И средь снегов зимой у вас найдет День рождения Христа В небесах Луна дрожит На дворе мороз январский Снег тихонечко Кружит и ложится вниз По-царски Праздник светлый настает Воск свечей слезами тает Херувимов хор поет Православие дух витает День рождения Христа Торжество добра и света Ночь волшебна и чиста Счастьем полнится планета Вода в крещении Непростая Омоет души чистотой Подскажет путь Ведущий к раю Ведь только с Богом Наш покой Частичка благодати Божией Врачует наши телеса В молитве с верою поможет Поверить людям в чудеса Вода крещения Агиасма Как символ Чуда торжества Она как дивное лекарство Всегда божественно чиста Компания Сплайн Образована в 1994 году В настоящее время Это один из крупнейших Информационных центров Московского региона Основное направление деятельности Поставка и сопровождение Справочно-правовых систем Консультант Плюс Благодаря использованию Новейших технологий И постоянному совершенствованию Системы Консультант Плюс Стали безусловным лидером отрасли И заслужили доверие У большинства пользователей Коллектив компании Сплайн Это дружная Молодежная команда Работу которой Отличают Энтузиазм Индивидуальный подход Доброжелательность И надежность Более 500 высококвалифицированных Специалистов компании Прошли серьезную подготовку Став настоящими Профессионалами Своего дела Компания Сплайн Заслужила безупречную Репутацию В распоряжении клиентов Семинары с привлечением Известных специалистов Минфина Федеральной налоговой службы Тематические круглые столы По наиболее актуальным вопросам Налогообложения И бухгалтерского учета Обучение работе Системами Консультант Плюс И вручение сертификата Горячая линия по вопросам Связанным с системами Консультант Плюс Персональный менеджер Поиск документов По индивидуальным заказам Еженедельное информационное обозрение Сервисные услуги Предоставляемые информационным центром Сплайн постоянно совершенствуются И развиваются Специалисты компании Сплайн Блестяще представляют марку Консультант Плюс На общероссийских выставках И экспозициях Региональный информационный центр Сплайн Динамично развивающаяся компания Результаты работы которой Отмечены многочисленными наградами В настоящее время Сплайн предпочли Более пяти тысяч организаций Среди них Администрация президента Российской Федерации Сбербанк Российской Федерации Московский государственный университет Газета «Аргументы и факты» Росгосцирк Компания «Лукойл» Самсунг «Электроникс» Нам приятно дарить вам заботу и внимание Удивлять новинками и сюрпризами Помогать в принятии верных решений Укреплять сотрудничество И взаимное дружеское расположение Именно поэтому Нас часто рекомендуют Друзьям и коллегам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова